Иосиф Шубладзе, человек, которого знал почти весь город, а по домам Спаса Преображенский собор целый день шли люди, которые не могли с ним не попрощаться. Основатель благотворительного фонда «Дари добро» посвящал все свое личное время бездомным людям, которые волей и судьбой оказались на улице, и эта помощь была бескорыстной. Я была с ним знакома практически с первого дня создания центра «Дари добро». Мы обращались к нему за помощью, когда нам тоже нужно было пристраивать бездомных людей. И я хочу сказать про этого человека, что это человек вообще с открытой душой, с большим сердцем. То есть таких людей я просто еще не видела в жизни. Мы с ним много общались, то есть он сразу к себе располагает. Он очень умный, образованный, то есть, ну, можно сказать, святой. Вот святой Иосиф, как про него говорили, так и есть. Так повелось, что об умершем говорят либо хорошо, либо ничего. Но Иосиф Шубладзе – тот случай, когда про человека можно рассказывать долго и вспоминать его только добрыми словами. На церемонию прощания с Иосифом Гурамовичем пришли и постояльцы приюта. Слов нет. Он был очень хороший человек, понимающий, помогал всем. С каким бы вопросом к нему ни обратились, всегда поддержка и опора. Как вы не знаете? Ой, не знаю. О судьбе приюта для бездомных, главном деле жизни Иосифа Шубладзе сегодня переживают многие. Людям хочется верить, что эта инициатива и доброе начинание не будет заброшено. Она не может просто разрушиться и прийти опять в то небытие, в котором существовало. Я думаю, Господь пошлет обязательно человека, очень доброго, искреннего, такого уже, как был Иосиф, который будет заботиться об этих людях. Родственникам хочется в этот день пожелать почувствовать то, что ощущает сейчас душа Иосифа. Она не скорбит, она радуется и видит то большое количество людей, которые сегодня будут приходить сюда, к огробу, прощаться с телом. Иосифа Шубладзе похоронили сегодня, 4 марта, в 15 часов на Макаровском кладбище. Илья Новикова, Алексей Куприянов, телеканал Рыбинск-40.